Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Сержи, и сегодня у нас обработка на телефоне. Мы научимся с вами делать стильные фотообои. Использовать мы будем с вами три программы. Это Lightroom, Snapseed и Lens Distortion. И все функции, которые мы задействуем, это функции без подписки. В бесплатных версиях всех трех приложениях. Обрабатывать с тобой мы будем вот эту фотографию. И если у тебя нет похожего снимка, ты можешь скачать мой по ссылке в описании и потренироваться в обработке. И поехали! Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки можно ознакомиться в моем инстаграм. Нужны подробности? Напиши мне в чат инсты, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. Итак, открываем Lightroom и далее выбираем фотографию, которую мы будем с тобой обрабатывать. Подробно останавливаться на обработке в Lightroom мы не будем. На канале много видео по инструментам Lightroom Mobile и различных методов обработки. Поэтому скачай пресет в описании и обработай фото одним кликом. Но помни, что даже мой пресет не подойдет абсолютно ко всем фотографиям. И иногда требуется корректировка базовых настроек и цветокоррекции. Переходим в стиле. Итак, применяем пресет. Теперь в верхнем правом углу кликаем галочку. И обрати, пожалуйста, внимание, что в моем пресете установлена автоматическая правка искажений геометрии. Если на твоем снимке правка геометрии сработала некорректно, тебе необходимо отключить автоправку и поправить изображение вручную. Итак, мы применили пресет. В этом пресете акценты сделаны на синие цвета, чтобы улучшить цвет данного автомобиля. На твоем изображении смотри по обстоятельствам, с каким цветом ты будешь работать. После того, как мы применили с вами пресет и поработали с геометрией, необходимо сделать обрезку. Выбираем инструмент обрезка. Кликаем на исходное. Выбираем масштаб 9х16. И сделаем заполнение в кадре. Это же все-таки фотообои. Поэтому главный объект должен занимать большую часть снимка. Вот так изображение выглядит очень круто. Кликаем галочку. Далее, друзья, идем вверх. Нажимаем вот здесь вот на рогаточку. И у нас есть с вами два варианта. Либо нажимаем экспорт как. И я не раз в предыдущих видео говорил, как правильно выставить экспорт, для того, чтобы сохранить резкость и четкость вашей фотографии. Я сделаю переход в Snapseed через общий доступ. Но учтите, что в этом случае некоторые приложения сжимают размер вашего снимка. Итак, переходим в Snapseed. И здесь мы сделаем наш снимок немного интереснее. Итак, идем в инструменты. Выбираем блеск софита. Выбираем третий фильтр. Идем в настройки. И сияние снижаем до 50. Кликаем галочку. Снова идем в инструменты. Выбираем резкость. Структуру выставляем где-то примерно на плюс 30. Резкость на плюс 25. Кликаем галочку. Снова идем в инструменты. Выбираем винтаж. Выбираем 12 фильтр. Идем в инструменты. Яркость стиля. Понижаем где-то примерно на плюс 10. И виньетку также понижаем. Но оставим где-то примерно значение 5. Отлично. Кликаем галочку. Теперь снова идем в инструменты. Выбираем фильтр Effect HDR. Здесь выбираем фильтр Люди. Кликаем настройки. И фильтр понижаем примерно где-то до 10. Кликаем галочку. И это еще не все. Идем в инструменты. Кликаем коррекция. Кликаем настройки. Здесь выбираем световой баланс. И повышаем его где-то примерно на плюс 25. 30. Будет достаточно. Я ставлю 25. И слегка добавим насыщенности. Насыщенность здесь работает немного иначе, чем в Lightroom. Здесь она работает примерно как инструмент сочность. Итак, насыщенность плюс 10. Кликаем галочку. Для того, чтобы в дальнейшем нам наши снимки обрабатывать быстрее, кликнем на стиле. Отмотаем пленку вправо. Увидим вот здесь вот такой вот плюс. И сохраним наши настроечки в пресет. Да-да, в Snapseed можно сохранять свои пресеты. Вот это поворот! Кликаем плюс. Ведем название пресета. Кликаем сохранить. Как вы видите, у нас появился новый пресетик. Далее идем вверх. Нажимаем на рогатку. И выбираем... Третье приложение, которое называется Lens Distortion. Здесь кликаем на солнышко. Отматываем немного вправо. Пока у нас не появится надпись Principle Light Heats. Здесь выбираем фильтр. Мне больше всего нравится вот этот вот крайненький. И размещаем его на фаре. Двумя пальцами делаем изображение немного меньше. Поворачиваем его под углом примерно вот таким вот. И добавим блик на фару нашего автомобиля. Также этот блик можно немного скорректировать. Кликнем вот сюда в настроечки. Теперь я выберу Opacity. Это непрозрачность. И слегка убавлю. Вот буквально на такое значение. Кликаю галочку. Все, мне осталось изображение сохранить. Оно готово. Итак, кликаем вот сюда вот сверху на стрелку. Выбираем JPEG максимально. И либо сразу можем поделиться. Либо экспортировать изображение. И использовать там, где нам нужно. Конечно же, такое изображение можно смело поставить на обои телефона. И это будет выглядеть очень солидно. Обои своими руками. It is cool. Я пошутил. Или нет. Ну а теперь давайте пройдемся по короткому пути. И обработаем так же быстро, как я в этом анонсе урока. И досмотри это видео до конца. Я тебе покажу еще одну фишку. Lens Distortion. Итак, приступим. Открываем Lightroom. Выбираем следующую фотографию. Применяем пресет. Кликаем галочку. Нажимаем рогатку. Общий доступ. Далее переходим в Snapseed. В стилях отматываем вправо. Выбираем наш новый пресет. VIP. Кликаем галочку. Далее опять нажимаем общий доступ. Переходим в Lens Distortion. Выбираем солнышко. Проматываем вправо. Ищем Principle. Выбираем понравившийся нам блик. Меняем размер. Угол. Устанавливаем на фару. Далее кликаем на настройки. Перейдем в Opacity. Подрегулируем немного непрозрачность. Кликаем галочку. Теперь перематываем здесь вот в панельке немного вправо. Кликаем на Duplicate. И делаем дубликат нашего блика. И переносим его на вторую фару, если нам это необходимо. И все, буквально в 5 кликов мы с вами получили крутые фотообои. Сверху кликаем на сохранение. Сохраняем наше изображение в JPEG. Либо сразу можем поделиться в соцсетях. На сегодня это все, друзья. По итогам этого видео вам достается пресет Lightroom. И еще одна монетка в копилку ваших знаний. Лайк и комментарий не обязательны, но приветствуются. А подписка поможет тебе получать уведомления о новых уроках по обработке фотографий и видео. С вами как всегда был Серджо и фотошкола Art Photo Life. Творческих вам высот, друзья. И до следующего видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok